Всем привет, друзья, это канал Выблиц, и максимум какие-то изменения есть на моем канале, это в том, что, блядь, я наконец-то поменял футболку, а то я заебался в этой красности на камеру сверкать. Ладно, в общем, сегодня мы с вами сыграем на танке Тигр Курамура Майн SP, это, блядь, японский танк из аниме-мультика, короче, Гирл Спанзер или как-то так. И данные танки сейчас можно предупредить в наборах, как бы, и есть их можно хоть все пять, можно по отдельности, как бы, я решил не мелочиться взять себе, ну, не, блядь, не уебываться, взялся чисто из 2 Правда и Тигр Курамура Майн. В общем, да, в подарок с этими, как бы, танками дают, блядь, две такие аватарки, но знаете, короче, почему я взял эти танки? Не из-за танков, и, блядь, да, как бы, я просто взял их из-за аватарок, и, в принципе, это, можно сказать, тупо, но, блядь, я визуалка дрочер периодически, мне прям хочется, чтобы визуалка какая-то была. Блядь, вот посмотрите просто на внешний вид от танка, как он выглядит, блядь, прям, реально, как будто вынимает он. Прям именно вот эта, блядь, нашивка, короче, немецкая, Кристара. Ну, и, в принципе, он как-то мультикоперационно выглядит на фоне всех вот этих других танков, как бы, если даже взять. Ладно, давайте заценим этот танк в бою и посмотрим, рандом будет ли на нашей стороне. В принципе, знаете, вот, что сейчас происходит в рандоме, как я заметил, вот, играю на шестых, меня кидают с седьмыми, играю на седьмых, меня с восьмыми. Ну, и, короче, так дальше, как бы, по нарастающей. Но именно с моими ловелами я редко попадаюсь в бою, и вообще, знаете, короче, рандом вообще сейчас не щадит никого. Я уже, блядь, за день скил, не знаю, один процент рейта, и я, в принципе, как бы недоволен такой, так сказать, статистикой. На самом деле, даже не знаю, почему. Я просто потом смотрю статистику после боя, и у меня в команде, там, 40%, 35%, да, 35% такие, бывает, даже 31% видел. Как бы, я даже не понимаю, почему на самом деле так. А смотрю противник, там, 50%, там, 60%, даже, 5, 70%, бывает, но, в основном, 50% и более. Как бы, блин, я вот не знаю, что происходит, и именно почему-то это происходит, когда, вот, начинается подобное, так сказать, мероприятие, как эта акция. Последний раз, как бы, это у меня такая ситуация была, когда была одна магичка акций, там, за, там, бой 10 сертификатов, да, выиграешь, все такое. И, у меня, вот, прям, команды, вы, да, так и попадались в рандоме, чтобы, блядь, настолько было плохо. Это сейчас, вот, блядь, поднал. Ладно, что я надеялся на насчет того, что я кинул в маску КВ-2, на то, что я его пробью. Хватит самонадеянный, просто. Хватит, кстати, знаете, бывало, пролетало, когда прям эту щелочку подалку по-чистому. Ммм, блядь, чуть-чуть, как бабушка, блядь, любила говорить. Давай, вылезай, блядь, ебать ты дурак, чувак. Просто надо КВ-2 первого разобрать, на самом деле. Ну, потому что, как бы, два, которые могут спокойно так скритануть, причем хорошенько, и нахрен нам это надо. КВ-2, что ты творишь? Блядь, вот, если бы ты его добил, я бы охерял, потому что ты и так ни хера не сделал. Ты просто зря проебал снаряд. Просто союзники молодцы. Так, у нас там ВК-шка. Ну, привет. В общем, как бы, для 6 уровня перезарядка 7 и 3, в принципе, вполне устраивает, да, и спокойно можно, так сказать, играть. И как-то, допустим, показывать какой-то скилл в игре. Насчет танкования я не скажу, на самом деле, для, почему-то, брони, для тигра, так сказать, ну, просто для ТТ-6 левела у нее какой-то я не наблюдаю. Как бы, потому что вперед нас могут прошивать любой. Как бы, низ у нас полностью открыт, а верхняя панелька, вот эта вот, она, в принципе, тоже пробиваема. И то нас могут иногда, да, вот так вот, у нас могут иногда не пробить, если, допустим, попадут между двумя нижней, нижней бронелистом и верхнем, и вот так под рикошетом. Даже я, смотрите, как бы, почему-то не смог пробить, хотя... Бля, нельзя сливать эту карту. Просто минус этот, я херенею, блядь. Блядь, ты даже не срикошетишь, я сейчас бы не так. Так, ладно, нам, в принципе, он остался на один выстрел, в принципе, мы можем прогазовать немного. Так как ему от нас не... Блядь, и вот это я, короче, дурацкий. Дурак, да, как бы. Совершил, так сказать, глупейшую ошибку, но... Ты вообще, Близ, ошибок не прощает, и каждая такая ошибка может стоить, так сказать, здесь. Слитые карки. В общем, ладно, у нас... Бля, ладно, у нас остался только ВК-28, и давайте, короче, его уже заберем. Я надеюсь, сейчас он не будет бегать по всей карте, попыток что-то, как бы, затащить. Ну, хотя уже нет смысла, блядь, самолетик. И еще, самолетик. Ладно, в общем, вот так вот наш танк здесь. Продемонстрировал себя в бою. В общем, 1800 урона, в принципе, едешь. Да, это не так уж и много, но, в принципе, достаточно. Блядь, брони, как вы видите, он... Блядь, броня 115, как бы, да? Да, как у ИСА второго именно, китайского. Блядь, но все равно почему-то он... Давайте посмотрим, как уйти, да, в общем, брони, да? Блядь, ну чуть повыше. В общем, блядь, брони как особо такового у него нету, и каждый любой может шить его спокойно вперед. Вот в этот бронелиз, да, и нижний. Ну, иногда, конечно, бывает рикошет, если вот противник попадет сюда на автоприцеле, если он, конечно, будет. Что уровень автоприцела это вот. Как бы, в принципе. Вот и так показывает себя этот танк в бою, и, в принципе, я доволен его покупкой. Хотя просто визуалкой особо фармить на него не получится, так как, смотрите, в принципе, много мы на нем не заработали. Мы уж в плюш его на 16 тысяч, как бы, да? И расходы, если он берет волнение амуниции, на него, на него, на него, на него, на него, на него, на него. Блядь, ладно, в принципе, я амуницию. Хотя амуницию не так много использовал. В принципе, танком я остался доволен, да, и приятно, что данная техника находится у меня для коллекции. Вангаре, и, в принципе, я ни о чем не жалею. Ну, и если вы так же любите, как бы, все таки в коллекцию запихивать, то спокойно покупайте, смело так же в подарок вам дадут вот такую вот аватарочку. В принципе, ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока.